денис приветствую тебя всем привет торговая сессия среды мы традиционно с тобой обсуждаем рынке очень хорошо что сегодня встречи перед выходом важных данных по индексу потребительских цен ранее мы с тобой уже комментировали что статистика такого формата имеет очень большое влияние на фид резерву поскольку по сути определяет будущее действие американского регулятора касающийся ключевой процентной ставки и сегодня ни в коем случае нельзя проигнорировать этот релиз потому что по сути это такой вот раздел сегодня новостной после выхода отчета по инфляции можно будет снова оценить перспективы снижения ставки и я думаю что если будут сюрпризы и мы увидим очередной прирост иных сопотребительских цен в сша по прогнозам так она и будет возможно вероятность снижения процентной ставки в июне которая сейчас оценивается 50 процентов станет еще ниже я традиционно предлагаю обсудить ситуацию долларом мы с тобой всегда затрыгиваем этот актив но сегодня может быть даже вот таком первоочередном порядке нужно сфокусироваться на этом активе потому что движение доллара приведут к движению инструментов прочих на финансовых рынках на валютном рынке уж тем более что давайте начнем с меня давай так секундочку так индекс доллара текущей котировки 103 . 88 уже довольно продолжительное время мы провели 104 пунктов но как я уже отметил когда на рынке есть стоящий фундаментальный триггер можно прогнозировать что инструмент выберется из-за довольно узкого корректора проторговки я прогнозирую движение индекса доллара выше 104 пунктов и в идеале бы рвануть еще выше основание для этого есть у нас со прошлой неделе тянутся сильные данные по non-farm пырлс мы кстати с тобой еще не обсуждали потому что как раз после нашего с тобой эфира была эта статистика может быть и нет смысла сейчас снова говорить о каких-то цифрах потому что все кто хотел обратить внимание на статистику уже сделали в экономическом календаре все расписано сколько новых рабочих мест было создано как изменился уровень безработицы что с динамика роста заработных плат все эти компоненты объединяет одно рынок труда остается сильным рынок труда прогрессирует а поэтому сохраняются инфляционные риски предпосылки для роста инфляции о чем много раз уже неоднократно говорили представители американского регулятора в этой связи сейчас нам нужно убедиться в том что действительно эти инфляционные риски остаются повышенными поэтому нужно как раз проанализировать данные по индексу потребительских цен ожидается рост показателей с трех и двух до трех и четырех процентов я думаю что да мы увидим такие цифры но я жду сюрприз от базового индекса потребительских цен прирост которого может сплотить покупателей и поддержать позиции американского доллара также я очень рассчитываю на то что после сегодняшнего релиза по инфляции вероятность снижения ставки в июне станет существенно ниже 50 процентов стоит ли распыляться на рынок форекс а это кому хочется добавить в портфель большее количество активов но нужно понимать что эти сделки проще сделки должны коррелировать с вашим представлением о том что будет с долларом вот касательно пары евро доллар я скептик отношения роста евро считаю что евро скорее всего придет дальнейшем развитию нисходящей динамики сегодня как уже отметил триггером для этих распродаж может быть заседание точнее отчет по инфляции в сша плюс ко всему зато состоится заседание европейского центрального банка где на фоне очевидного снижения инфляционного давления кучи слабых отчетов из еврозоны которые мы получаем последние две недели рассчитываю на то что лагард будет подговорчивый плане на возможности перейти к более раннему послаблению монетарной политики смягчению к снижению ключевой процентной ставки поэтому мой я прогноз с ориентирами на максимум отработки вот этих ожиданий по слабости евро я считаю то что европейская валюта может завершить эту неделю денис где-то в районе отметки 107 50 но может быть я чуть повыше да не сильно волатильная валютная пара евро доллар но такой фон как данные cpi по сша и соответственно седание европейского центрального банка могут стать довольно серьезной причиной для того чтобы пара оказала более интересную динамику и пару слов буквально про пару доллар канаде с 1 35 64 акцент на эту валютную пару потому что сегодня заседание банка канады и после слабого релиза по рынку труда в пятницу я уже несколько дней на своих брифингах подчеркиваю что может быть банк канады анонсирует какие-то тоже меры экономического стимулирования в виде предстоящего скорого снижения ключевой процентной ставки поэтому при таком сценарии с учетом того что сказал по доллару есть вероятность и выхода вот пара доллар канадец из зоны средней линии восходящего тренда закрепление выше планки 136 а там уже целевой ориентир будет поближе к уровню 137 вот на этих людей я сегодня сфокусируюсь и не следствие у тебя будут как бы рекомендации по другим активам здорово я думаю что наши подписчики скажут тебе спасибо слово тебе да мне тем более что сказать по данным активам потому что если честно я не совсем разделяют эту точку зрения по поводу перспектив что у нас будет прям вот так такое ослабление дальнейшее доллара значит обо всем по порядку по поводу индекса доллара да мы сейчас действительно находимся на поддержке вчера сделали такую локальную кульминацию мы это очень четко видим но я бы не стал его с точки зрения покупок сейчас достаточно сильно ждать и о том что кульминация которая была сделана у нас еще на прошлой неделе в пятницу точнее она как раз таки гораздо сильнее причем достаточно классно точечно увидели еще от зоны продавцов пролетели вниз поддержки то есть фактически от одной зоны к другой сегодня думаю что нам смогут показать там локально восходящую динамику но это именно вот в локальном плане то есть в рамках коррекции и потом все-таки через добой вниз то есть меня пока предварительно такие ожидания да понятно что могут касательно инфляции еще немного подрисовать но как и говорю в прошлый раз то есть очень сильные давление оказывают именно на паула касательно того что эту ставку нужно понижать как как можно быстрее и в основном это связано как раз с грядущими осенью выборами потому что в целом у нас вот в таком диапазоне как была цена так и находится на данный момент и с учетом перекрытия всего сегмента вниз я думаю что все таки мы если даже будет какой-то выброс снова сделан вверх дальнейшая динамика как минимум локально пока еще нисходящая соответственно от этого если отталкиваться по евро то здесь чуть глубже нужно глянуть на то как вообще выглядит у нас хеджевая структура то есть область опционных хеджей здесь они очень четко просматриваются по недельному хеджированию как раз вот диапазон 108 20 107 90 прямо очень сильный диапазон да есть попутно еще зона покупателей но я пока не сильно сейчас там не уверен и также еще на всякий случай накидывал вот одну вторую маржи у нас тоже если так так чисто запасной вариант вообще все что ниже 1 0 8 15 по спотовым котировкам это у нас уже зона потенциальной перепроданности внизу ожиданий практически нету то есть но они слабые гораздо слабее чем верху тем более если так мы просматривать по опционам верху у нас забросы сделаны аж выше уровня 1 10 то есть но вообще 1 10 это у нас реальная цель которую ставят до начала мая месяца вот поэтому я думаю что сегодня да мы локально еще увидим укрепление то есть укрепить еще могут может там где-нибудь на 1 0 8 прогуляться то есть если проводить корреляцию между индексом доллара и евро то естественно у них есть обратная корреляция в этом плане но в дальнейшем я все-таки за продолжение здесь роста но после вот так вот выброса вниз то есть я честно не рекомендую ставить лимиты потому что выброс может быть быстрым плюс у нас завтра еще ставка ецб там есть ожидания того что в июне будет первое снижение ставки по евро но снова таки это все очень-очень такие шаткие моменты которые любой вообще мой может ситуации по поменяться поэтому вот нижний вот этот диапазон он виде как плоскости у нас как раз выглядит то я думаю что сюда домой нам еще сделают и потом все-таки буду смотреть на дальнейшей покупки вверх но только в том случае если сделать действительно кульминацию по аналогии как это было сделано в прошлую пятницу то есть у нас вот очень красивые были заходы на покупку то через байлимиты работали работал крупняк и в целом то есть у нас на данный момент даже если посмотреть по кластерам не было у нас как таковой серьезной кульминации сделан то есть при сравнении внизу вот как у нас выглядит профиль нижней при кульминации и вверху особо такого у нас и не было поэтому я думаю что максимум просто ли тест поддержки и что касается канадского доллара вот здесь вот я в продажах также нахожусь пятницы у нас очень сильно была сделана кульминация в пятницу вот как она выглядит по футпринту прям идеально четко был были введены объемы по битам то есть это рыночные продажи в области сопротивления и отсюда реакцию вниз сделали поэтому даже если сегодня будет какой-то выброс вверх четко видно где у нас ближайшая зона хеджа то есть это 135 20 я думаю сюда мы еще домой будем делать и в целом если даже по маржиналкам раскинуто у нас подход к 1 2 был уже сделан в районе вот 35 50 следующая цель у нас находится пониже вот поэтому единственный вопрос обычно когда цена движется по тренду туда отскакивают действительно от 1 2 зоны но в данном случае я думаю что этот отскок вчера уже произошел и дальнейшее снижение вниз у нас здесь более актуально то есть я не исключаю что могут там попытку еще так вот выше сделать но здесь есть один такой нюанс как что вот на своей практике уже практически 16 лет торгую я впервые вижу чтобы 6 ложных пробоев на 4 часовом графике у нас делались подряд то есть если считать например с данного экстремума вот отсюда у нас сложный пробой был раз отскочили 2 отскочили 3 отскок 4 снова отскок вот здесь вот совсем такой маленький буквально пунктовый пробой был 5 снова отскочили и это 6 будет ли 7 я уже ничему конечно не удивлюсь но чтобы вот так вот подряд 6 ложных пробоев но я реально ни на одном графике такого не видел в рамках именно вот 4 часового тайма и в целом даже если посмотреть на всю структуру с чего там перекрытие общего сегмента вниз нас вот эта вся структура вверх но она вообще никак не выглядит как и импульсная потому что правило если это импульс то уже бы мы этот импульс вверх получили а так у нас внизу области хеджи общего 3350 находится отсюда нам заливает еще с февраля месяца эту область вверху есть у нас тоже некоторые ожидали но это 1 40 это как дальние заготовки к ним как правило идут гораздо позже то есть там могут прийти и время еще общем есть там до 7 июня вот к 7 июня там может как-то они еще и пройдут но пока что локально с учетом такого количества ложных пробоев я все-таки буду еще держать остаток данных продаж ну а там уже посмотрю если это серьезный отскок будет вверх или бы кульминацию внизу сделал по аналогии как это было сделано вверху даже по вертикальным объемом это видно то тогда внизу буду фиксировать но пока что я посижу в продажах денис спасибо тебе за рекомендации ждем этот фундаментальный триггер который мы с тобой позначили данные по инфляции кстати сегодня еще протоколы будут под закрытие торговой сессии протокола прс так как бонус если кто-то будет не удовлетворен волатильностью после выхода данных по инфляции я думаю что закрытие дня тоже будет интересно ну что у нас еще недели тогда подведем итоги уже того как к рынок себя покажет как отработать эти рекомендации посмотрим уже на доллар после данных по новым фарм перлс и отчеты по индексу потребительских цен денис огромное тебе спасибо что подключился обсудил рынки тебе тоже удачных трейдов тебе и всем нашим подписчикам кто следит за нашим контентом и до скорых встреч спасибо взаимно их до хранит нас рынок до встречи всем пока пока